Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня был в Сбербанке, закрывал кредитную карту. Почему я ее закрывал? Ну, у меня была кредитная карта, я давно уже кредит погасил и просто забыл про нее. А тут недавно приходит сообщение, захожу в Сбербанк онлайн, смотрю, а там у кредитной карты взяли годовое обслуживание, 750 рублей. Думаю, нафиг мне это надо, вот, пойду-ка я закрою. Ну, закрыл, там был бешеный процент, закрыла девушка без вопросов, то есть не стала уговаривать меня там продлить как-то, поменять и так далее. Просто спокойно закрыла. И у девушки я спросил, насчет переводов, ну, во-первых, значит, кто-то мне говорил, что будут карты моментальные отменены уже в Сбербанке, они не удают, я спросил моментально у меня останется карта или нет, и останется ли Сбербанк онлайн. Вот, она сказала, да, все останется, без проблем. То есть и Сбербанк онлайн останется, и моментальная карта останется, во-первых. Во-вторых, я спросил у нее насчет переводов физических лиц, вот эта вот шумиха, которая была совсем недавно, и вот, которое видео у меня было, вызвало огромное число просмотров. Так вот, я спросил у нее, если возможно, что заблокируют карты, если я получаю деньги от кого-то. Ну, девушка мне ответила следующее, что да, это мониторилось всегда, но раньше это мониторилось от сумм в 30 тысяч рублей, сейчас этот порог снизили на суммы до 15 тысяч рублей. То есть, если выше 15 тысяч рублей, то, значит, могут заблокировать и потребовать какие-то документы, которые подтверждают законность платежа. Но, что она еще сказала, что особенно внимательно смотрят за переводами со стороны юридических лиц, включая ИП. Вот это вот очень важно, потому что здесь отслеживается вариант черной зарплаты, и вот за этим следят точно совершенно. Вот, поэтому, значит, я задал вопрос так, говорю, слушайте, ну вот, например, вот мы в столовой там с кем-то находимся, и у человека нет налички, я заплатил за нее наличкой, а она потом мне Сбербанк Онлайн перевела вот эти там 250 рублей. Ну, говорит, нет никаких проблем, никто никогда не заблокирует. До 15 тысяч рублей. А вот с Юриков, да. Я надеюсь, что информация полезна дополнительно вот к тому видео, которое я снимал, поэтому оставайтесь на моем канале, поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями, чтобы никто ничего не боялся, на самом деле, до 15 тысяч. И от юридических лиц, конечно, надо получать только зарплату и платить налоги. До встречи, с вами был Демитков Юрий.